Друзья, всех приветствую! Сегодня у нас торговая сессия среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодня на повестке экономического календаря данные по инфляции в Германии. Этот релиз мы ожидаем в 12.00 по GMT. В 20.30 по GMT отчет от Американского института нефти по запасам нефти США. Обычно эту статистику мы анализируем во вторник, но из-за того, что в понедельник в США был выходной день из-за дня памяти, публикация релизов смещается на сутки вперед. Поэтому данные от администрации и энергетической информации у нас будет возможность проанализировать только завтра. Давайте по порядку. Индекс доллара 104.63. Локальное восстановление наблюдается с азиатской сессии. Мы понимаем, что рынок готовится к публикации данных по темпам экономического роста в четверг и индексу расходов на личное потребление, релиз который ожидается в пятницу. Напомню, что индекс расходов на личное потребление, по мнению, например, моих коллег, это основной катализатор движения доллара на этой неделе. И в случае подтверждения сохраняющихся инфляционных рисков, либо, например, роста предпосылок для вот этого инфляционного давления, тогда доллар сможет заручиться достаточной фундаментальной поддержкой. Ведь это будет означать то, что американский регулятор передумает корректировать вектор национальной денежно-кредитной политики в сентябре. И, соответственно, снижение процентной ставки будет уезжать уже на конец 2024 года, как ранее отмечали аналитики Морган Стэнли. Из обновленного новостного фона стоит отметить комментарий главы ФРБ Миннеаполя Санила Кашкари, который повторил, собственно, точку зрения, которая была озвучена еще пару недель назад, о том, что нужно подождать больше макроэкономических данных. Но при этом довольно много говорило о том, что американский регулятор готов ужесточить политику, если инфляция снова выйдет из-за подконтроля. Очень часто мы уже получаем такие сигналы. Очень мне интересна ваша точка зрения, друзья, как вы думаете, может ли быть такой вариант развития событий, при которых ФРС не то чтобы будет готовиться к смягчению экономической политики, ну и рассмотрит возможность очередного нового повышения ключевой процентной ставки. По поводу макроэкономических данных мы с вами ждем статистику по ОВП и, как я уже отметил, индекс расходов на личное потребление. И важный нюанс заключается в следующем, что когда мы делали акцент в начале этой недели на перспективу снижения ставки в сентябре и ориентировались на инструмент InfoAdWatch Tool, который позволяет оценить эту вероятность, она составляла 44,9%. Сегодня уже, друзья, в ходе азиатской сессии, если вы сейчас откроете сайт SME Watch, вы увидите, что вероятность снижения процентной ставки в сентябре упала до 40%. И это без выхода тех макроэкономических отчетов, которые мы ждем. Сильные показатели по ОВП. Потенциальный рост индекса расходов на личное потребление или, по крайней мере, сохранение этих показателей на прежних уровнях может заставить участников рынка в очередной раз пересмотреть перспективу снижения процентной ставки и вероятности этой самой коррекции. Режим будет уже ниже 40%. Надеюсь, то, что доллар с учетом такого новостного бэкграунда уже покажет достойный рост и прорвется выше 105 пунктов. Золото 2357 долларов за тройскую унцию. Индекс настроения 50 на 50. Но в целом из-за того, что я сейчас озвучил относительно перспектив доллара и из-за того, что вчера очень неплохо выросли доходности американских облигаций, на мой взгляд, они продолжат расти и очень скоро приблизится к показателю в 5%. Я думаю, то, что золото может оказаться аутсайдером рынка, поэтому рекомендую вам добавить в собственные фильтры принятия торговых решений, может быть, какие-нибудь технические паттерны, мою точку зрения о потенциале снижения золота и найти подходящий уровень для шартовых сделок. Но если вы хотите более-менее убедительный сигнал для принятия торговых решений, то тогда давайте ретироваться на сантимент, он нас практически ни разу не подводил в этом году. Американский фондовый рынок S&P 500 5307 пунктов без изменений, любую коррекцию быстро выкупают, поэтому если вы медлите и все еще ищете какого-то дополнительного новостного триггера для принятия решений, считайте, что коррекционный откат – это подарок купить дешевле. Мы ждем 5500 пунктов и я полагаю, что эта цель будет достигнута скоро. Рынок криптовалют биткоин 68800, эфириум 3849 долларов за одну единицу и по эфириуму мы в одном шаге того, чтобы протестировать и закрепиться выше 4000, это будет уже максимальное значение с 2021 года. Ну понятно, что рынком сейчас правит очень оптимистичное настроение, связанное с запуском ETF фондов на основе эфириума. Им уже был зеленый свет, сейчас дело за бумажной волокитой, скажем так. Регистрация, которая может занять от нескольких недель до нескольких месяцев, но на мой взгляд, что все-таки произойдет это гораздо раньше. Почему американская комиссия изменила свою точку зрения? Потому что, учитывая то, что ранее они настолько были критичны в отношении криптовалютного сектора, это скорее всего связано с политическим подтекстом и действующая администрация США хочет улучшить отношение огромного криптосообщества в преддверии выборов. Ну, разумеется, к своей партии. Выборы, как мы помним, состоятся в ноябре. Я почти уверен, что все эти контракты в полном формате заработают и будут предоставляться куче инвестфондов существенно раньше, чем состоятся президентские выборы. Ожидается, что после запуска этих контрактов примерно 30-40% того капитала, который когда-то был залит в биткоин и те фонды, уже от других инвесторов, поступит уже в расположение новых контрактов на основе эфириума. Поэтому рост остается в приоритете. Рост эфириума, биткоина – это основные драйверы всего криптовалютного рынка. Я здесь исключительно криптоэнтузиаст. Евро против доллара 1.0847. Не забывайте, друзья, то, что следующая неделя – это уже заседание Европейского Центрального Банка. Очень много было сказано по поводу высокой вероятности смягчения экономической политики. Шансы-то это растут. Плюс ко всему Филипп Лейн, главный экономист Европейского Центрального Банка, сделал очень важное заявление о том, что слишком долгое сохранение ставки на ограничительных уровнях, то есть высокой процентной ставки, может создать условия сейчас в еврозоне, при которых инфляция окажется ниже 2%. И это также будет иметь негативные последствия для европейской экономики. Сегодня еще выйдут данные по индексу потребительских цен Германии. Собственно, это уже майская статистика. Ожидается, что показатель останется на уровне 2,2%, но потенциально мы можем увидеть значение и ниже. Снижение инфляции, разумеется, повысит вероятность того, что Европейский Центральный Банк смельчит национальную монетарную политику. Доллар иена 157.30. Мы в зоне валютных интервенций. Среди, опять же, комментариев у Эды, которые были сделаны накануне, мы снова услышали о том, что власти внимательно следят за валютным курсом, но пока что что-то не вмешивается. Возможно, очень важным триггером для пары будут данные по индексу потребительских цен в Токио, которые выйдут в четверг. И здесь, по прогнозам, ожидается снижение показателей годового базового значения с 1,9 до 1,6. Если эти ожидания оправдаются, то вероятность доп. ужесточения политики, да, в несколько растянутой перспективе, но все же вырастет. И это может уже оказать поддержку японской иене. И еще хочу обратить ваше внимание на пару доллар-канадец 1,3662 текущей котировки по-прежнему за шартовые сделки по рынку нефти в преддверии заседания ОПЕК и за рост американского доллара. Поэтому пара сохраняет потенциал роста в районе отметки 1,38. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. До скорых встреч!